Мы приехали в Израиль, чтобы стать свободными. Чтобы открыть для своих детей все дороги и дать им все то, чего не было у нас. Нам не всегда было легко, но мы знали, что за это стоит бороться. Получать удовольствие от каждого дня и в любое время, от новых возможностей и новых ощущений. Открывать для себя кулинарное изобилие всего мира и радоваться любимым вкусом, знакомым с детства. Тифтаам. Свобода выбора. Добрый день, дорогие друзья. Вы на телеканале ТОН-ТВ. Программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальдман. На днях Европейский суд по правам человека в Страсбурге отклонил жалобу дочери известного литовского писателя Витаута Пяткевичуса о запрете в Литве книги ее отца «Корабль дураков». Как написано в пресс-релизе известного адвоката, профессора Станислава Томаса, в книге автор написал, что министр коммунального хозяйства нацистского правительства Литвы Витаутас Жамкельнис Ландсбергес, отец бывшего президента Витаутаса Ландсбергеса, был другом Гитлера, а в конце Второй мировой войны начал сотрудничать с КГБ. А с нами на линии адвокат Станислава Томас. Станислава, рад вас приветствовать. Добрый день. Добрый день, здравствуйте. Станислав, прежде всего мне бы хотелось разобраться, какое на самом деле решение принял Страсбургский суд. Мой вопрос обусловлен тем, что когда я готовился к программе, я прочитал, как это осветили в литовских средствах массовой информации. Вот цитата оттуда. Старасбургский суд согласился с аргументами литовских судов о том, что книга Пяткевичуса принизила честь и достоинства архитектора Витаутаса Жамкельниса Ландсбергеса и его сына, а на детей писателя Пяткевичуса ложится ответственность за то, чтобы ложная информация не распространялась. Скажите, пожалуйста, отличается ли трактовка в литовских средствах массовой информации решения Европейского суда по правам человека от вашей трактовки? Совершенно отличается. Смотрите, во-первых, что пишут литовские суды? Литовские суды написали, что министр нацистского правительства Витаутас Жамкельнис Ландсбергес не был другом Гитлера, потому что, почему, он же министр нацистского правительства, почему он не был другом Гитлера? Литовские суды объясняют, что Витаутас Жамкельнис Ландсбергес не встречался с Адольфом Гитлером после работы и на выходных с целью обсудить свою личную жизнь. Поэтому он не был другом Гитлера. То есть это совершенно абсурдное объяснение. Но это кавка вообще. Как утверждал писатель, он, когда использовал слово друг, он имел в виду соратник. Тот, кто поддерживает. Понимаете? Тот, кто поддерживает. На самом деле, если бы Жамкельнис Ландсбергес просто выводил собаку Гитлера покакать, это было бы намного лучше, чем если бы он был министром в нацистском правительстве, что на самом деле и было. То есть, видите, тут у нас трактовка, она значительно отличается. Что происходит дальше? В Европейском суде по правам человека я понял, что в принципе, что случится. Европейский суд по правам человека тоже может принять точно такое же решение, что ты являешься другом Гитлера, только если ты гуляешь с собакой Гитлера, если она не ближет. Но если ты министр, это не означает, что ты его друг. Поэтому мы совершенно переключили защиту. Есть прецедент X против Нидерландов. Значит, в этом прецеденте нацисты, голландские нацисты, они жалуются о том, что королевство Нидерланды после Второй мировой войны ущемляет их права, не уважает их репутацию, ограничивает их права и так далее. Что ответил Европейский суд по правам человека в этом деле о голландских нацистах? Он ответил, что так вам и надо, что если вы когда-то в жизни поддерживали Адольфа Гитлера, у вас нет никаких вообще прав. Эта вот конвенция по правам человека, она не про вас. Это позиция Европейского суда по правам человека. И на этом основании мы что? Мы говорим, что правительство нацистское. Вы видели, я вам переслал и слово к нации этого правительства. И там, значит, говорят много... Потом есть положение о евреев от 1 августа этого правительства, где они говорят, что евреи, они целыми столетиями экономически эксплуатировали литовскую нацию, топтали ее морально. И вот за это мы евреям сейчас создадим гетто. То есть потом, посмотрите, как называются вооруженные силы этого правительства? Они называются национально-трудовой оборонительный батальон. Это 26 тысяч человек. Сейчас мы... Что нам удалось установить? Литовские языковеды в 1940 году приняли решение, что слово социализм должно... Социалистически должно перезводиться на литовский язык как трудовой. Поэтому этот батальон, который называется национально-трудовой оборонительный батальон, на современном языке он называется национально-социалистический. Как ты не нацист, если у тебя вооруженные силы называются национал-социалистический оборонительный батальон? Как это может быть? Да, еще у меня вопрос, пока мы далеко не убежали от этой темы. Дело в том, что семья писателя приняла решение подать апелляцию, вы будете представлять интересы семьи писателя. Вот какие аргументы вы готовы предъявить, может быть, опять же, Европейскому суду по правам человека, либо где-либо... Еще, при этом я хочу акцентировать внимание на одном факте. Отец, вернее, Ландсбергес-старший был не просто министром в правительстве, в нацистском правительстве Литвы, он был министром коммунального хозяйства. А коммунальное хозяйство отвечало как раз за администрирование еврейских лагерей и гетто. Вот этот факт вы будете использовать в своей работе или нет? Конечно, безусловно. Но, знаете, проблема в том, что этот факт уже был представлен в Европейском суду по правам человека. Все декларации этого правительства были представлены. Европейский суд по правам человека получил информацию о том, что их вооруженные силы имели такое название и все остальное. В чем проблема? Проблема, она заключается в том, из каких судей состоит этот суд. То есть, раньше, когда был принят этот прецедент X против Нидерландов, мы имели судей только из западноевропейских стран. Что произошло с расширением? В него попали судьи из Восточной Европы. Судьи из Восточной Европы, но что? У них есть эта культура обиженных Сталином людей. И вот эта вот культура обиженных Сталином людей, она заставляет их, значит, выгораживать Гитлера в этой войне. То есть, им кажется, что если ты как-то помог Гитлеру, то ты как-то навредил Сталину. Это вот совершенно, значит, тупая культура. На самом деле, на мой взгляд, ты можешь быть не согласен и с Гитлером, и со Сталином одновременно. Ну, логика иезуитская, если честно говорить про логику судей, то, ну, у меня нет слов, одни буквы, как принято говорить сегодня. Еще вопрос у меня о другом аспекте этого дела, относительно связи Ландбергеса-старшего с КГБ. Опять же, специально я полез в энциклопедию, поинтересовался жизнью этого человека. Выяснилось, что после окончания Второй мировой войны он бежал из Литвы, жил на территории Германии, затем на территории Австрии, а в 1959 году неожиданно вернулся в советскую, или, как принято сегодня говорить, коммунистическую Литву. Жил в городе Каунасе, занимал высокие должности как архитектор. Очевидно, он был специалист в этой области, действительно. Хороший архитектор лагеря и прочие вещи попрактиковался. Вопрос в следующем. Как можно объяснить, или, может быть, есть какие-то документы, которые именно объясняют или доказывают тот факт, что он не просто так вернулся в советскую Литву, что у него действительно были какие-то связи с КГБ или с другими какими-то спецслужбами? Да, конечно, вот это именно презумпция. То есть я был уверен, что дело будет выиграно насчет Гитлера, друга Гитлера, а потом насчет его сотрудничества с КГБ. Я не был на 100% уверен, что это пройдет. Но это объясняется логически. Писатель об этом говорит несколько раз в своей книге. Как объяснить, что нацистский министр возвращается жить в СССР, становится главным архитектором города Каунас, и еще потом руководитель Литовской коммунистической партии хлопочет, чтобы ему дали повышенную пенсию. Как это вот увязать с тем, что с твоей ролью в нацистском правительстве? То есть потому что мы знаем, что в Советском Союзе сотрудника, значит, людей, которые поддерживали нацистов, расстреливали за гораздо меньшую нелояльность к советской власти. То есть очевидно, что на определенном этапе войны человек понял, что Гитлер не имеет никаких шансов, и что нужно стать шпионом, что нужно стать работой. Но, опять же, это не подтверждено документами, это основывается на биографии человека. Если ты на это убегаешь. Кстати, мы еще работаем над этим вопросом, может быть появятся определенные документы. На данный момент это вот логика, это вот простая логика. Ну да. Есть еще один момент, есть еще один известный документ в Литве. Это так называемый список Юсефа Меламеда, список из четырех тысяч имен литовцев, которые были замечены причастны к уничтожению евреев в годы Великой Отечественной войны, в годы Второй мировой войны, на территории Литвы, и не только на территории Литвы. Известно ли вам, есть ли имя Ландбергиса Старшего в этом списке? Вы знаете, я, к сожалению, не имею доступа на данный момент к этому списку. Как вы знаете, например, книги в Нагайте в Литве изъяты из продажи, то есть их невозможно купить. Я достану этот список, мы его проанализируем. Возможно, даже надо будет опубликовать весь этот список в интернете, в свободном доступе, чтобы люди смогли ознакомиться. Мы недавно делали на нашем канале интервью с Рутой, как раз в том числе задавался вопрос на эту тему. Она сказала, что список потерялся где-то в коридорах литовской власти. Странным образом. Его не могут никак найти. Ну, бывает. Случайно, наверное. Будем считать так. Еще у меня вопрос, Станислава, с к вам. Уже непосредственно о самой книге «Корабль дураков». Книга была написана в 2003 году, и в ней автор дает, как пишут, уничижительную характеристику современной политической элиты Литвы. Ряд политиков литовских после этого подали на него в суд, в том числе Ландбергес-младший, за то, что он якобы их там оклеветал. Я не буду приводить цитаты из этой книги. Я посмотрел, не прочитал, посмотрел. Там действительно, посмотрел еще интервью Петкявичуса незадолго до смерти, где он обо всем рассказывает. Там действительно характеристики похлеще, чем у Жириновского для политиков. Так вот, у меня к вам вопрос. Дело в том, что политики литовские подавали иски о клевете против Петкявичуса вплоть до его смерти в 2008 году. И литовские суды эти иски отклоняли. Что изменилось за 10 лет после смерти писателя? Причем, может быть, не только в литовских судах, но и в судах Европейского суда по правам человека, хотя вы уже об этом скользко сказали. Да, вот знаете, к сожалению, ситуация, она постоянно ухудшается. Понимаете, проблема литовского государства заключается в том, что нужно создать какую-то национальную идеологию, нужно создать какое-то идеализированное прошлое. И чем дальше, тем это прошлое, значит, создается все лучше и лучше. И если мы вот именно отнимаем у литовского государства эту гордость за литовское правительство 1941 года, мы очень больно бьем по национальному самосознанию, по национальной культуре. Потому что, понимаете, первая газета на литовском языке появилась только в конце 19 века, что достаточно поздно. То есть, как бы хочется создать что-то идеализированное. Ну, а как бы, знаете, потом, если мы говорим про разных литовских политиков, то очевидно, что у бывшего руководителя литовского государства Лансбергиса намного больше влияния и на литовских политиков, и на литовских судей, чем у других. А если мы говорим о европейском суде по правам человека, как я и говорил, значит, вначале это исключительно западноевропейский суд, потом появляются люди вот из этой культуры, которая считает себя пострадавшей от Сталина. Я вообще ничего хорошего о Сталине не говорю, но тем не менее ненависть к Сталину, она выражается в том, что нужно помочь Гитлеру. Именно вот сейчас. То есть, это вот менталитет, это культура. К сожалению, это так. Профессор Томас, огромное спасибо за это интервью, за этот честный рассказ о той ситуации, которая сложилась. Успехов вам в вашей борьбе. И будем, если что, будем на связи, как говорится. Мы поможем вам. Спасибо. Всего самого доброго. До новых встреч. До свидания. Спасибо вам, друзья, что были с нами. Всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин